Каждый год ЮНЕСКО определяет креативные города мира. В этом году среди 66 креативных городов мира появилась Одесса в связи с тем, что мы подали документы на литературный город ЮНЕСКО. Эта уникальная возможность была предоставлена нам благодаря Министерству иностранных дел Украины. Нам подали данные, что открывается такой кол, есть возможность подать документы. Мы действительно очень много активно работали. Одесса действительно удивительный творческий город. На самом деле мы могли бы претендовать и на музыкальный город, и на литературный город, и на гастрономический город. Но каждый из городов имеет право всего на несколько позиций. Мы начали с литературного. И, честно говоря, это уникальный случай, потому что обычно с первого раза подтверждения не получается. Отправляют документы на доработку и требуют что-то уточнить и так далее, переработать. У нас это получилось. Мы очень горды. Мы благодарны всем тем, кто создают разнообразные литературоведческие проекты в городе. Это и «Зеленая волна», и «Корнечуковский фестиваль», это и международный литературный фестиваль, который уже, впрочем, обосновался в нашем городе. Это огромное количество писателей, поэтов. Это издание. Это «Дерибашевская, Ришельевская, Альманаха», это «Зеленая лампа». Это наша «Аллея звезд», на которой очень большое количество людей, связанных с литературой. Мы появились на карте ЮНЕСКО. Для города это очень большое признание, и это, конечно, теперь очень большой объем работы, которую мы будем вести. В Украине есть еще один город, это город Львов. Вообще, за эти проекты, которые существуют уже много лет в ЮНЕСКО, всего названо за все эти годы более 200 городов. В этом году 66 городов, и мы ожидали официального подтверждения этого в ноябре, но в Всемирный день городов, 31 октября, это Всемирный день городов, руководитель программы ЮНЕСКО этого года озвучила этот перечень. Поэтому я поздравляю всех нас и ожидаю еще более пышный расцвет литературы в нашем прекрасном городе. Спасибо.